Приветствую вас. Конечно, судя по описанию, у нее есть к вам симпатия, симпатия определённая. Правда, это, конечно, несколько не коррелирует с тем, что она вышла замуж, но тем не менее. Могут быть здесь разные моменты, разные истории. У нее есть симпатия к вам, она к вам определённо неравнодушна, это вытекает из того, что вы описали. Но вместе с тем, это человек, который склонен стыдиться, стыдиться в первую очередь себя, своих чувств. Человек, у которого явно есть проблемы с искренностью, вообще, как таковой, не к вам, не к вам. Вот. И именно это является причиной вот тех вот проблем и той ситуации, которую вы описали. Поэтому вам вести себя с ней нужно максимально открыто, максимально легко, максимально позитивно. Ваша задача, если вы хотите с ней поддерживать контакт, не хотите ее потерять, ваша задача, на мой взгляд, ее расслабить. Вот это, на мой взгляд, ваша основная задача. Расслабить ее, расслабить человека. Расслабить человека, чтобы она увидела, что вам можно проявить свою слабость. Вот. Это произойдет не сразу, это произойдет постепенно, если вы будете действовать последовательно, терпеливо, это произойдет постепенно. Но это обязательно произойдет, это обязательно случится, ну, при условии, если у нее есть к вам чувство, если у нее есть какое-то желание взаимодействовать с вами и так далее. Общайтесь! Общайтесь просто по каким-то мелочам, на какие-то темы общайтесь. Вот. Вот. И со временем, я уверен, она расслабится и смотрит вам довериться. Вот. И хотя, повторюсь, здесь есть некоторые странные вещи, на мой взгляд, такие, например, как, как, ну, вот. То, что она выжиданность при условии, что объясняется вам в любви. Вот. Вот. Что касается поведения вашего поведения, что касается вашего поведения, то, на мой взгляд, здесь нужно определиться с целью в первую очередь. То есть, вот вы спрашиваете, да, задаете вопрос, как себя вести, как себя вести, чтобы что? То есть, вот, ну, момент такой, да, как себя вести, чтобы что? Вот, как бы, ну, нужна цель, необходима цель. Значит, если и как только вы определитесь с этой целью, как только вы определитесь с тем, что вы хотите увидеть по итогу, да, я полагаю, что и вектор поведения для вас станет более понятным. Ну, потому что сейчас, вот сейчас, на данный момент, он у вас такой, неопределенный. То есть, вот, вы говорите, что, значит, я просто очень тепло с этим человеком. Да. То есть, как бы, это очень такое, обсягаемое выражение ваших чувств. Надо бы все-таки более конкретно сформулировать, что вы хотите от человека, о каком тепле идет речь, насколько устроена ваша жизнь, ваша семья. Ну, вот, потому что, если нет, нет, то тут уже нужно работать непосредственно с вами и непосредственно ваши потребности и ваши модели поведения исследовать. А не говорить в контексте девушки, в контексте девушки того, что вы хотите. Вот. Это очень важный момент. Это очень важная история, на которую вам необходимо обратить свое внимание. Вот. То есть, приоритетность. Приоритетность с одного на другую. Я хочу, чтобы вы, вот, для себя это выделили, как минимум. Потому что у меня складывается такое впечатление по тексту, что вы испытываете нужду, вы испытываете нуждаемость в ней. И вы одиноки. Могу ошибаться, но мне кажется так. Как бы здесь не произошло, не произошла подмена, подмена понятий, подмена желаний. Как бы здесь вы не заменяли, например, свою естественную потребность там, к примеру, в создании союза, в любви и так далее, естественную потребность вы эту не заменяли стремлением к человеку, который не может вам дать того, что вы хотите. И не должен даже того слушать. То есть, на этот момент тоже обратите свое внимание, пожалуйста. Немаловажным представляется мне и то, что вы интересуетесь ее чувствами, а не своими. То есть, ваши чувства, они важнее, если человек понимает свои эмоции и понимает себя, то ему не нужно понимать других людей. Он просто в этом не нуждается. Невозможно на самом деле других людей это понять для конца. Потому что человек сам не понимает. Но разобравшись в себе, поняв, что хотите вы, вы можете получить куда более четкую, четкую картинку. Ну, происходящую. Вот. Вот так вот, мне кажется, можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Ну, а я желаю вам всего самого доброго. И удачи. 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 Удачи.